Привет! Есть две основные проблемы, которые встречаются при подключении Тараниса к компьютеру. Первая, это когда Windows видит устройство, но не распознает его как аппаратуру. Вторая, это когда Windows распознает аппаратуру, но в симуляторе все равно она не работает. Сейчас покажу как решить обе проблемы. Включаю Таранис, подключаю кабель, на аппаратуре выбираю пункт, USB джойстик. После этого нужно открыть вкладку устройства и принтеры, чтобы убедиться, что Windows понимает, что это за устройство. Это можно сделать через меню пуск, скроллим в самый низ, выбираем пункт служебные, панель управления. Здесь просмотр устройства и принтеров. Еще это окно можно открыть, используя сочетание клавиш WinAdd. Это вызовет окно выполнить, в котором нужно будет вписать команду и нажать ОК. Если в этом окне ты видишь такую иконку в разделе нет данных, это значит, что в твоей аппаратуре нужно обновить драйвер. Для этого нужно открыть диспетчер устройств. Есть несколько вариантов, как это сделать. Самый простой, это кликнуть правой кнопкой мышки на пуск и выбрать диспетчер устройств. Или опять же через окно выполнить, используя сочетание клавиш Windows R, вписав эту команду нажать ОК. Итак, у меня открыто два окна, слева это диспетчер устройств, справа это устройства и принтеры. В диспетчере устройств тебе нужно найти строку с нераспознанным таранисом. Чаще всего она выглядит так. Аппаратура будет отображена как нераспознанное устройство, подключенное по USB. Эта строка находится в самом верху, иногда она бывает в разделе контроллера USB. У нее всегда будет слева иконка USB. Сейчас я покажу как обновить драйвер. Для этого нужно нажать правой кнопкой мышки, выбрать свойства. Здесь открываем вкладку драйвер. Кликаем обновить драйвер. Выбираем найти драйвер на этом компьютере. Дальше кликаем выбрать драйвер из списка доступных. Скорее всего у тебя в списке тоже будет всего две модели. Тебе нужно выбрать вторую и нажать далее. После завершения закрываем окно. В окне устройства и принтеры появится аппаратура с иконкой геймпада. Это будет значить, что ты сделал все правильно и первую проблему с нераспознанным устройством на Windows ты решил. Остается вторая проблема, когда аппаратура все равно не работает в симуляторе. Как решить проблему, когда операционная система видит твое устройство. У аппаратуры установлен драйвер, но в симуляторе она не работает. Для этого нужно открыть окно устройства и принтеры. Найти аппаратуру, кликнуть по ней правой кнопкой мыши. Зайти в свойства. Выбрать вкладку оборудования. Два раза кликнуть на совместимый игровой контроллер. Нажать изменить параметры. Выбрать вкладку драйвер. Кликнуть обновить драйвер. В открывшемся окне нажать найти драйверы на этом компьютере. Выбрать драйвер из списка доступных драйверов. Здесь выбираем совместимый игровой контроллер. Нажимаем далее. Закрываем все окна и проверяем аппаратуру в симуляторе. Я тебе очень рекомендую всегда летать в симуляторе. Это гигантский буст к твоему опыту. И так как у тебя там бесконечные бесплатные дроны, ты сэкономишь очень много денег. В симуляторах летают не только новички. Летать нужно всем. Особенно в период зимы. Это прекрасный сезон, когда ты можешь значительно повысить свой уровень. Спасибо, Джей, за просмотр. Если тебе понравилось и было полезно, поставь лайк. Подписывайся, пиши мне в комментарии. Тебе это ничего не стоит, а мне приятно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...